Сказка, знаете, как они идут, да, приходит пациент к врачу и говорит, доктор, все говорят, что у меня мания величия. Говорит, ну-ка расскажите все подробнее сначала. Он говорит, нет, сначала это будет очень долго. Не рассказывайте. Он же платит повременно, да? Он говорит, много времени. Ну, сначала я создал небо и землю. Так вот сейчас будет символ снег, когда создал небо и землю. Сначала был единый, великий, непроявленный, непонятный существо, которое все в себе содержало и ничего не знало, что оно содержит. Звали его вот в этой сказке «Живо» принцип, который может призраться, как бы проявиться. А проявиться принцип может только член и женщина. Если мужчина одинок, он не достигнет своего высшего потенциала. Если женщина одинока, она не достигнет своего высшего потенциала. И только тогда правильный мужчина находит свою правильную женщину. Они вместе переходят на новый угол. Женщины. Здравствуйте, люди добрые. Я славянская богиня весны, любви и юности Леля. Дочь Лады, Богородица, богиня материнства и покровительства всех славянок. Все юные девушки до замужества находятся под моим покровительством. Я за детьми присматриваю, за всеми детьми, человеческими, звериными, птичьими. Я дороги открываю и силы по тем дорогам веду. Мои слуги верные всегда со мной. Аллеи злотороги до грифон. Я на грифоне летаю по полям, по лугам. Хожу колокольчиком звеню, кошели звоном монет наполняю. Ну что ж, вы сидите. Поприветствуйте, богиня, богиня. Поклонитесь, поклонитесь. Поклонитесь, поклонитесь. Поклонитесь, поклонитесь. Кому кошельки нужны полные, поклонитесь. Кому шум зверем было в порядке. Мне нужно все еще. Пожалуйста. Мука шила, была вила. Мука шила, была вила. Мука шила, была вила. Да, мука шила. Я пришла в физическом облике. Здравствуйте, весна. Очень рада вас видеть. Поначалу, скажем-то, хранительница этого кинжала. Я была хранительницей. Дайте слово хранительнице. Верните кинжал. Подождите. Подождите. Он пересеклись в его пути, он попал в принц. Короче, ты получил кинжал времени. Его хранительницу. Ну да, и хранительницу. Ну, как бы я это получил, но, честно говоря, мне тогда это было не очень легко далось. Мне это не было не нужно. И я не знал секрета его. Секрет знала она. Понимаете она? Она не хотела открыть этот секрет. А почему она не хотела открыть этот секрет? Хранить этот кинжал. И пока она будет его хранить, люди будут живы. Если это неправильные руки, мир погибнет. Какие руки были правильными? Как оказались мои... Так вот, какие руки? Скажи мне, характеристику правильных рук, которые делят, держат кинжал. Ну, это, скажем так, получилось, что это мужчина, который не желает власти, но он имеет ее. Не желает, скажем, чтобы... Имеет ту власть, чтобы сделать счастливыми других, но не знает об этом, как бы. И в процессе этого он, как бы, узнает о том, что он может все, что нет ничего невозможного. И он проходит это. И в конце, когда они, как бы, в этот процесс проходят, и у них возникает это чувство любви, вот, что он пытается ей спасти жизнь, а она понимает, что он... Потому что он знает, что это ее судьба, скажем, за этот кинжал, и он... А она уже понимает, что это уже не ее судьба, это его судьба, он должен сделать. И она отпускает. И она говорит, отпусти меня. И он ее отпускает, она падает в бездну, и он, в общем, перекручивает, переворачивает все это самое, весь этот мир. И он возвращает, скажем, к жизни всю свою семью, всех людей, которые это самое... И ей наказывает, скажем, негодяев. Он приходит со своими братьями, и они просят прощения. У меня брата нет. Ну, ты как, ты как семья, как семья народа, в общем, все это самое, они просят прощения. У нее, что они просто подумали, что могут захватить этот город и возвращает ей кинжал. Потому что она хранительница, женщина-хранительница мира. И она становится его женой. А она забыла, конечно, все, что было до того, что они любили друг друга. И все, конечно, уже все возобновляется до другой почвы. И они уходят. И эта сказка говорит о том, что время — это понятие относительное, что у нас здесь вечность, это же вечность существует. И в этой вечности мы живем ровно столько, сколько живет у нас наша любовь. А мы пошли в молодую жизнь. Ура! С народом, за которым вы заботитесь. Заботьтесь о народе. Сказывается, да не быстро дело делается. Придется мне обратиться за помощью в Буратини. Есть! Чтобы Хуан нас к новой жизни вывел. Конечно! Где мой золотой ключик? Где? Два! Два! Наша! На нашей стороне. Достигла! Просто достигла! Первого кинемидационного. Да, первого кинемидационного пика. Надо видеть много посетов. Сейчас у нас тут есть такой волшебный отчет у кого-то Карла. Потому что Буратино, он такой же деревянный. Он везде сует свой нос. Он, в общем-то, такой же, как все мы. Ну, вот как бы. Мы все такие. Мы все такие. Мы любим сувать свой нос в чужие какие-то дела. А мы вечно на поле чудес доверяем каким-то хитрым людям. Мы вечно оказываемся... Крискуем деньгами. Крискуем деньгами. Книжки продаем. Крискуем какие-то мероприятия. Читаем. Покупаем, читаем там что-то. Руки не моем. Руки не моем перед едой. Но в результате мы оказываемся, находим умнейшего учителя. Или не одного, а многих. И вот черепаха Тортилл, она как олицетворение такой мудрости, которая вот древнейшая, вот она из этой тины вылезла. И дала вот этот вот золотой ключик. Я в случае собираюсь играть черепаху. Я приглашаю черепаху и говорю. И вот этот вот он пришел, когда уже не знает, что там. Ну, уже все. Ну, что ж такое там. Мы его и костями забросали в харчевне трех пескарей. И деньги отобрали. И азбуку он, ну, дурак, не хотел учиться сам. Он просто отдал, продал, пошел в театр веселиться. Увидел, ну, в общем, бегал, учиться у Вальвина не стал. Убежал. Ну, как-то вот все, что-то не сложилось. И тут он приходит к этому, извини, пожалуйста, приходит к этому пруду старинному. Ну, зачем? Он хотел так. Поплавать. У него не получилось, он же деревянный. Да, он же деревянный. И он пришел, и так вот лег, посмотрел в небо. И вдруг услышал, как снизу, что-то такое. Затянулась буратиной гладь старинного пруда. И я была, как буратина. Ах, когда-то молода. Ну, что молодой человек. Ну, пришел поплавать, вот дурак такой, ну, ничего не понимал. Все потерял? Все. Клянусь. Ничего не разрушил. А пустошой? А пустошой. Нос даже свой отрезал, потому что в классическую операцию сделал. Кучу денег с подбухом. А зачем тебе нос отрезал? Ты хотел, как все, как все, вот. Как все хотел. А зачем тебе, как все? Будь как ты сам. И сейчас ничего за душой нету. Ничего не гроша. Пусто. Пусто. Ну, тогда я даю тебе новую возможность. Когда за душой не гроша и пусто-пусто, ты можешь вместить туда целую вселенную. Вот тебе ключ, но ты должен найти дверь, которая этот ключ открывает. А спрашивать ты эту дверь, ты должен у своего сердца. Готов ты сердцем жить, а не мозгами? Готов. А даме и ключи. Спасибо, черепашечка. И так и теперь ключи от счастья. Два, чтобы не потерял. Ну, куда ведет мое сердце? Буратино, как милый сын, походил-походил, походил-походил. И там он побывал, и здесь он побывал. И решил вернуться к папе Кадру. Пришел он в комодку. Сел он у очага. И потом он так хотел есть. Он был такой голодный. И просто вот он подошел к этому. А в очаге так вкусно пахло едой. И он проткнул носом, который он отрезал. Ну, он просто пытался там. И вдруг он посмотрел, а там уши прогрыз в дырочку. И в дырочку он увидел дверь. И вот сейчас каждый из вас, он сам уже все это понял. И он решил, что вы все остальные, его друзья. И все. И он понял, что черепаха Татила это такой классный учитель, который приехал к нам из далекого под Канадию. Ну, то есть вот из... И вот он дал этот заветный ключик. И вот сейчас стоит только повернуть, и там откроется волшебная дверь. И новое поле чудес. И новые возможности. Ребят, все за мной. Ребят, все за мной. Ребят, все за мной. Каждый потерся об деньги и возвращается. Чтоб деньги были легкие. Легкие. Чтобы они падали с неба. Да-да-да-да. Кто-то может и взять все деньги. Так что под вас делите, сколько хотите. На вашу возможность. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok